Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Вчера увидел эти кадры. Гордона вызвали скорую прямо на съёмке на первом канале после ссоры с актёром Никитой Калагривым. Сейчас мы с вами посмотрим эти кадры. Да, я так понимаю, что это закрытый показ. Раньше эта программа была очень популярна. Сейчас её, видимо, решили возродить, потому что, я так понимаю, какое-то время она на экран не выходила. И давайте посмотрим. Я вам в трёх словах вообще всю передачу закончу. Буду я хотеть, что хотеть, а что не хотеть. Просто ответьте на вопрос. Что у нас здесь, тоталитаризм или что? Нет, я вас спрашиваю сейчас. Вы хотите поссориться сразу? Я уже это делаю. Подождите, это я могу. Я хочу вам объяснить простую вещь. Это программа, в которой я ведущий. Я определяю, что для этой программы хорошо, что сквер. Согласен. Если вы согласны, тогда отвечайте на мой вопрос. Если нет, вас никто не держит. Спасибо, могу уйти? Пожалуйста. Да, потому что я думаю, вряд ли я с вами... Я с вами диалог не найду, честно. Нет, конечно. До свидания. Нет, милые мои. Всё, удачи. Где художники по звуку? Выход там. Спасибо. Пожалуйста. Увидимся у меня в гостях. Ну, ребята. Какой ты хороший, смелый такой. Вы знаете, я даже не требую сейчас от вас ни поддержки, ни осуждения своих действий. Так было? Ну вот, друзья, вы видите, собственно говоря, эти кадры. С чего всё началось? Гордон сказал, так сказать, в двух-трёх словах, скажите, о чём фильм. И Никита Калагривый начал говорить своё мнение о том, что это про наш быт, ещё про что-то. Собственно говоря, вы знаете, я хочу сказать в двух словах. Мне, Никита Калагривый, я не беру этот сериал, в котором он снялся последний, да. В целом, как человек, мне он понравился. Я смотрел несколько интервью с ним, и его точка зрения относительно профессии актёра, его точка зрения, что бешеных денег они не должны зарабатывать, конечно, не была воспринята на ура коллегами, которые привыкли к совершенно иному за съёмочные деньги получать бешеные деньги. Мне он кажется человеком очень открытым, откровенным, искренним, и мне он понравился, мне зацепили его слова, некоторые очень открытые слова, поэтому в данном случае, мне кажется, Гордон измельчал. За всё это время, сколько не показывали закрытый показ, мне кажется, что он слишком много времени провёл на программе «Мужской и женской» с Барановской, которая сама лила слёзы, сидела после развода со Ржавиным, ну или там, когда они расстались, а сейчас кричит там так, отрываясь на этих людях. Вы знаете, вот это вот склока, когда он начал, вот рядом Барановской не хватало, чтобы они начали обсуждать личную жизнь. Человек потерялся, потерял что-то, потому что, вы понимаете, это же гости, и нужно относиться соответствующим образом. Ты ведущий, ты же не затыкаешь рты, скажем так, говоря, вот это говори, вот так говори, вот так делай. Ты сказал «Ваше видение» в двух словах. О чём фильм? Калагривый начинает говорить, он говорит, Гордон, ну если бы ты мне так сказал, он говорит, я послушал, но не пошёл бы точно. И вот дальше начинается эта сцена, которую вы видели. Но я считаю, что Гордон не имел права давать оценочные суждения. Он же сказал в двух словах, о чём фильм. Калагривый высказал своё мнение, о чём фильм. Нравится это Гордону, не нравится это Гордону. Рассуждения дальше из разряда программы «Мужское и женское». Гордон сам спровоцировал вот эту ссору. Потому что актёр сказал, о чём фильм. Это его мнение. Дальше, дальше, следующий, следующий. А ему не понравилось. Он говорит, можно рассказать в двух словах, о чём фильме? Рассказать историю. А что рассказать? Калагривый правильно сказал. Что рассказать? В двух-трёх словах рассказать вам, о чём ваша программа? Вы знаете, если Гордон рассчитывал услышать сюжет фильма, ну так тогда посмотреть надо было просто его, это просто придирка, придраться, показать себя как какого-то там альфа-самца на программе. Я здесь ведущий, я там. Это даже, понимаете, это даже фраза из «Мужской и женской». Я терпеть не могу эту программу, потому что там не нарывы вскрываются, понимаете, а там приглашают людей, которых просто унижают натурально, орут на них. Никакой воспитательной функции она не несёт. Это ужасная программа. Я считаю, давно уже он должен был закрыть. Барановский орёт там так, Гордон там уже сидит. Здесь он опухший. Вы просто обратите внимание. Он здесь опухший. Я не буду утверждать, что он там принимал с вечера и что принимал. Но, по-моему, принимал он хорошо. Поэтому Калагрио абсолютно правильно сделал. Он сказал, у нас что здесь, собственно говоря, что такое? Актёр пришёл, будь добр, уважай его, ты ведущий. Не мельчай. Не мельчай вот до ведущего «Мужское и женское». Вот до этих выяснений. Я здесь, подожди, давай, ссоришься. А ты что, ссоришься? И так далее. Ты ведущий. Ты должен, как бы сказать, модерировать этот момент. Не вмешиваться, провоцируя, что человек рассказал своё мнение. О чём фильм? Это его видение. Будь добр, уважай это его мнение. Но можно было сказать, что я имел в виду сказать не ваше представление о фильме, а сюжетной линии. О чём фильм? Конкретно о чём именно содержательная часть? Тогда другой разговор. А он же говорит, о чём фильм в двух словах. То есть, эмоциональное восприятие. Что вы там? Каждый своё увидит. Придирка. Получил по заслугам. Мужское и женское не пройдёт. Закрытый показ. Серьёзная программа. Хорошая программа, которая очень нужна. Фильм просматривает. Потом, значит, говорят своё мнение. И это несёт шикарную воспитательную функцию. Поэтому Калагриева вернуть. Калагриева сделать ведущим программы закрытый показ. Прекрасный будет ведущий. Замечательный, я считаю, парень абсолютно. Прекрасный ведущий будет программы закрытый показ. Гордон, по внешнему виду я могу сказать. Мужское и женское. Ему там уже надо остаться, вести эту программу. Если закроют её быстрее, так сказать, слава богу. А Калагриевой абсолютно правильно поступил, я считаю. Я полностью на его стороне. Что-то, понимаете, ведущий, который говорит, о чём фильм. Человек начинает высказываться. Начинается какое-то мужское и женское. Что это такое? Это просто некрасиво. Стал бы Калагриевой, например, как-то по-другому себя вести. Он бы начал давить на него. Начал задавливать. Он абсолютно правильно поступил. Он сказал, а что я здесь должен... Что делать, если не дают сказать, собственно говоря, представление своё о фильме? Оно никак не подходит как-то? Или что делать? Он не понимал, что сказать-то нужно. Поэтому я считаю, что Калагриева, если сделать ведущим Первого канала, он противоречивый, очень такой, знаете, содержательный, противоречивый, где-то, но очень честный искренный. Он напоминает самого Гордона. Они вот и закусились по этому. Такой вот очень... В своё время Гордон был примерно такой же. Знаете, такой очень открытый такой искренный. Ну, немножечко... Там есть разница, но тем не менее. Поэтому вот у меня такое мнение. Друзья, что вы думаете на сей счёт? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Друзья, если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочку в закреплённом комментарии в описании к видео. Я вас приглашаю всех на свой сайт. БуддаГришна.ком. Если вы предприниматель, бизнесмен, там к вам есть обращение, чтобы десятки тысяч клиентов, которые сегодня могли стать вашими, не проходили мимо вас, заинтересуют. Подпишите, подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна Новости, фото-видео, хроник того, о чём мы говорим там, политика с моими комментариями, куча комментариев, которые пропускаете, если вы не подписаны там. Я вас жду, встретимся в телеграм-канале Будда Гришна Новости. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok